Парни Дабановы, в черном куте боец из Армении, он представляет клуб Викинг из Армении, Альберт Мелик Сетян. В синем куте боец из Украины, он представляет клуб 3040 Team из Украины Виталий Якименко, рефери Микола Бурля. Итак, дорогие друзья, шестой поединок WC20 и я бы хотел рассказать предысторию данного поединка. Да, и обратите внимание, как смотрят один от одного бойца, или будут они... Руки даже не пожали, объясню предысторию данного поединка. Альберт является представителем клуба Викинг, а Виталий Якименко, который на прошлом турнире проиграл нокаут Махремчику, представителю клуба Викинг. После чего Виталий начал в соцсетях яро вызывать на реванш, начался конфликт клубов. И вы только посмотрите сейчас, как будет решаться данное противостояние клубов. Виталий Якименко против Альберта Мелик Сетяна. И вы посмотрите, как жестко уверено. Альберт стал чемпионом в ММА. В этом году, да, 61 кг, но и у Якименко Виталия там очень богатая любительская карьера. И как сейчас встречал Альберт Виталия. И я думаю, не зря. Сейчас как полетел вперед сейчас ударами Виталий. Но пробивает, отвечает лоу-киком и подхватил ногу сейчас Виталий. Очень агрессивной манере работает Альберт. И очень расслабленный винт. Как обменялись сейчас ударами и как бэквистом пытался пробить Виталий. Обменялись лоу-киками спортсмены. И полетел вперед, есть клинч. Сверху, оказывается, в гарде у нас Альберт пытается обойти ногу. Обходит об одну ногу, накрывает сверху сейчас Виталия. Плотно придерживает его за шею. И очень опасно сейчас придерживает шею. Непоганно держит Альберт шею, просто перекидывает через себя Якименко этим захватом. Не попадая на Терас Якименко. Да, переводит Альберта. В полугарде оказывается. Виталий сверху. Я напоминаю, что для Альберта это дебютный поединок с профи ММА. Но в этом году он выигрывал, стал чемпионом Украины по ММА. И я напоминаю, это бескомпромиссное противостояние двух клубов. Сейчас пытается встать Альберт, но вновь за спиной оказывается Виталий. Не отпускает он Альберта. И да, пытался сейчас пробросить. Просто терзает, как медведь свою жертву. Виталик. Колено со стойки пытался пробить. И да, есть он тейкдаун. Вот Виталия Якименко. В боковом удержании, оказывается, у нас Виталий. Дивно мне, почему в этих позициях не работает с коленами. Пытается зайти на удушающий сейчас Виталий. Это тоже непогано. И вроде бы у него это получается. И прямо сейчас уже пытается... Прямо сейчас он продавливает удушающий. И не отпускает. Плотно вжался он в шею Альберта. И уже пытается вытягивать. Прижимает сетки. И сможет ли он доделать это до конца. Чуть больше двух минут у нас остается до конца первого раунда. Да, отпустил, отпустил захват Виталий. Но сверху продолжает атаковать своими ударами. И какие локти пропускает сейчас Альберт. Какими локтями отвечает Альберт снизу. Важко что-то скоментовать. Просто перенесло меня на ринг. Очень плотный поединок. В роли убогдейцев сразу. В рычаг колена выходит Виталий. Но неплотно прихватил ногу. И мне кажется, Альберт сейчас будет... Тут очень спокойный и спокойный Альберт. Незважаючи на все, что произошло против півраунда. Но на бульдогчок выходит сейчас Альберт. Не отпускает он шею Виталия. Держит захват. Отпустил и... Как меняется инициатива в поединке. Насколько быстро переходит инициатива от одного бойца к другому. Бойцы уже вновь у нас поднялись. И продолжает за спиной. Да, есть перевод в исполнении Виталика. Но закрывает гард Альберт. Подсказывает Альберту, чтобы работал локтями снизу. Но он пытается оттеснуть Виталика. Но Виталий в свою очередь наносит удары в этот момент. И Виталий дальше продолжает пробивать. Есть локоть. Еще туда же добавляет удары, пока... Снизу отвечает Альберт. Ну и, несмотря на такие втраты, певный Альберт. Очень собранный, очень спокойный. 30 секунд. Итак, концовка раунда. И мы понимаем, что в данном раунде доминирование Виталика очень сильное. Хорошо отработали ребята раунды. Згадаем, что это первый раунд с трех. Это только первый раунд. Насколько было бескомпромиссно. Насколько в начале поединка они даже не пожали руки. Но как они смотрели с хищным взглядом друг на друга. Это было нечто. И мы действительно видим противостояние. Прям бескомпромиссное противостояние. Трохи насмешливый был в погляду Альберта. Но сейчас, думаю, он немного изменил свое ставление до своего соперника. Да, и я... Очень сильнейший подруга моего виталий Ван Спарту! Смотрим на повторах, как не боялся Виталий входить. И да, навязывал, навязывал свое. У Виталия Якименко очень сильная борьба. И конец у нас перерыва. Конец перерыва. И ждем впереди у нас второй раунд, дорогие друзья. Противостояние Виталия Якименко против Мелекситян Альберта. Второй раунд. Второй раунд и сразу в бой, мне кажется. Вот центр занимает Альберт. И пока кружит вокруг него Виталик. И еще также возможность, чтобы войти. Какой плотный мидл пробивает Альберт. Альберт хочет на протеходе сразу первым ударом попасть. Ногой рукой. Оу! Как жестко вновь пробивает. Мидл кик. Альберт. Еще один туда же добавляет мидл. Я думаю, прочувствовал это Виталий. Сейчас пытался зайти с ударами с комбинацией Виталия. Но еще один туда же добавляет. Как плотно работает своими киками Альберт. Но упускает момент. Его подхватывает за ногу. И переводит Виталия Якименко. И сейчас уже инициатива переходит к Виталию. Потому что он оказывается за спиной. Как плотно сейчас ищет возможность. Минута прошла, но встать все так же тяжко. Цепляет одной ногой уже Виталий. И плотно держит левую руку. Хотя нет, вот уже вырвал руку Виталия и закрывает. Заходит на болячку швидше за все. На челюсти рука. Но я думаю, что все ближе и ближе к тому Виталий, чтобы сейчас растянуть Альберта и финишировать его досрочно. Хотя прямо сейчас Альберт перетерпел этот момент, можно так сказать. Или Виталий ищет еще одну возможность. Видно было, как он вздохнул так. Багато еще энергии в бойцах. Такая вага, что они могут еще и фонтановать нею. Цей раунд точно. И третий раунд увидим. Но пока... Пока бэкмаунт в исполнении... Ой, прошу прощения. Сзади, за спиной оказывается у нас Виталий не отпускает. И дальше продолжает искать возможность, чтобы... Просунуть лог, руку под шею Альберта. Таким мостиком становится у нас Альберт. И пытается набрасывать удары. Но здесь самая главная такая шахматная партия. Кто как расставит свои руки. Но все-таки видно, что Якименко в борьбе сильнейший. Намного сильнейший. Багато энергии, много силы физической у Альберта. Но Якименко переграет его в моментах. Я хочу тебе сказать, что еще перед дебютом Виталия Якименко, когда он дебютировал у нас на Харьковских родах, мне уже рассказывали про Виталия, что там невероятная борьба. Просто высококлассный класс борьбы. И то, что он сейчас демонстрирует против Альберта. Он пытается бороться. Он даже мало бьет с маунта. Мало ликтей используют. Ему показывают. Он тогда это делает. Все-таки хочет его перебороть. Сделать субмиссион. Я думаю, ты знаешь, в таком противостоянии, безкомпромиссном противостоянии двух клубов, допускать ошибку не хочется ни одному, ни второму. Подводить не только себя, а и команду. Готовим тушку. Да, вот. Не расцепляет, пока замок Альберт не дает пройти дальше. Чисто мое субъективное впечатление, что про недопустимость помилки думает в первую очередь Якименко. А Альберт себя показал настолько уверенным, расслабленным, что про возможную помилку он начинает задумывать только сейчас. Я думаю, здесь Виталий контролирует полностью ситуацию, по моему мнению. Потому что он плотно вцепился на него и не отпускает. Он медленно, методично разбирает Альберта. Это не тот боец, который будет взрываться в граунд-эн-паунд, жестко финишировать. Но мы сейчас смотрим, что демонстрирует Виталик. Но мы судьи записывают свои справы. Цена самой ошибки в данном поединке очень высока. Потому что Виталий Якименко возвращается после поражения. И поражение Ахремчику Роману, который является одноклубником Альберта. И этот поединок, я думаю, будет... А сейчас посмотри, вновь пытается зайти на удушающий Виталик уже в очередной раз. Но не отдает, пока плотно оставляет подбородок от руки Виталика, Альберт. Но... Не отпускает, не отпускает. Полностью практически под диктовку Виталика прошел этот раунд. И как, какими ударами сейчас заканчивает этот раунд Виталия Якименко. И не хватает ему буквально немного. Буквально немного. Но что это за раунд? Мастер-класс от Виталия Якименко. Фейерверк. Смотрим на повторах, как активно во втором раунде пробивал своими мидлкиками и киками Альберт. Но долго так не смогло продолжаться. И Виталик грамотно подхватил. Подхватил ногу и перевел. И после этого уже полностью его раунд прошел по его сценарию. То, как он и задумал. Не форсировал, выжидал моменты, искал удобные моменты для позиции. Ну и бачим, как проводят последнюю перерыву перед последним раундом бойцы. Ну, вскочил, в принципе, Альберт. Показывает, что свеженький. Видно, прет энергия у них. И впереди заключительный третий раунд противостояния Якименко Виталия против Меликситяна Альберта. И тут же занимает центр у нас Альберт. Видно, сбрасывает руки. И я думаю, он вновь будет атаковать киками. Но, как мне кажется, и Виталий понимает, что идти сразу в ноги без подготовки, это может закончиться печально, как и в прошлом поединке против Охремчика Ромы. Но Альберт не проваливается вперед с ударом. О, вот ты видишь, про то самое колено я и говорил. Видно, что... Оу, как навстречу. Опередил, опередил Альберт, пробил. Дивно, что после такой насыщенной борьбы такие выбуховые удары. Я думаю, сейчас ребята уже, знаешь, для них принципиально зарубиться. Какой хлесткий лоу наносит Альберт. Передний боковой пытался зайти со смены стоек. Виталий обратно поменял стойку. Немного пугает его Альберт. Пытается вывести на ошибку вновь хай-кик, но по защите. И так в прыжке прям чуть не высек его. Виталий отличный, отлично справа пробивает Виталий Акименко. Пытается его Альберт дальше вывести на эмоции, но Виталий Акименко хладнокровно работает, перемещается, уходит. Виталий понимает, что он забрал два раунда. И сейчас просто на эмоциях пропустить где-то в розмине больше выбухового ударника. Пугает своими ногами Альберт. И как легко его переводит Виталий. Допустил ошибку Альберт в этом эпизоде. Забрал. Я думаю, что чуть больше... Что навряд ли отпустит Виталий. Я думаю, тоже не отпустит, потому что в стойке Виталий давал по себе работать, но в борьбе... За цены, как снизу, пытается раздратить Виталия. Альберт хочет, чтобы он сделал помилку. Невероятно плотный поединок для обеих спортсменов. Бей сюда локтем. Вот отталкивает. Вот какими локтями сейчас пробивает Виталий. Немного не в ту сторону Альберт развернулся. Ну и дальше продолжает трамповать. Колинами попрацював трошки. Ты посмотри, как пытается Альберт зацепить ногу. Альберт пытается усиляко его заблоковать работу. Пытается прикрываться, но... Дуже неприятно. Вновь достает. Вновь цепляет Альберт ногу. Отримувати с горы ликтей, отримувати колени. Колени по корпусу в исполнении Виталия. Виталий. Они понимают, что ему нужно работать в стойке, но... Как здесь работать в стойке, когда Виталий тебя перевел и просто... Когда такой боа-констриктор тебя обвил, не дает встать. Тем не менее, Виталий хладнокровно продолжает пробивать свои удары. Мне кажется, что история с реваншами и межклубным протистоянием на этом триватима. Я тоже так думаю, но у нас остается еще 2 минуты до конца боя. Последний раунд противостояния Виталия против Альберта. И видно, вышел в гард сейчас Альберт. И пытается... В таких ситуациях очень опасно нарваться на обкик. Это глупо пропустить. Я вижу... Одноклубник мой своего часа сделал подвейный перелом щелепи таким ударом. Это была супер-важка вага. Покийный Игор Слюсарчук, Аббасу. Тем не менее, поединок у нас продолжается. И Виталий Акименко продолжает разбивать локтями. Ну, я бы не сказал, что разбивать, но тем не менее, терроризирует своими локтями Альберта. Чуть большая минута до конца боя. И пока картинка у нас не поменялась, пытался Альберт выйти перед этим. Текает! Неймоверно! Но не отпускает! Не отпустил его Виталик. Не отпустил его Виталик. И как заряжены, как публика реагирует на данное противостояние. Как завмарли сердца в болевальниках Альберта. Ты знаешь, я думаю, те, кто смотрит альберта, особенно представители клубов этих бойцов, также не менее активно болеют вдруг за своих бойцов, но... Виталий Акименко просто как монстр, не отпускает Альберта. Да, есть попытки у Альберта встать, где-то перекрыться, где-то скотч сделать так, чтобы его локти Виталия пролетели скотч. Но тем не менее, под полным контролем проходит практически большинство. Насколько серьезным, небезпечным и впевненным собі ударником выглядывал Альберт. Но Виталий не дав ему. Все коньировал, все за руба. Три маунда по пять килограмм. Дайте полотен. Бачим, какие кульбиты выкидывал Альберт. Но это ему не помогло. И думаю, что в этом поединке будет еще продолжение. Чемусь Етаков пав нанести. Чемусь. 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 Одним станем решением судов. Первому цьому единству с тобой. Италия Крименко. Украина. Трейцет сорок тим. Трейцет сорок тим.